всем привет продолжаем рассматривать картины куба раки киоката за туалетом или бени косметики в период мемцы 1928 год шел к краске вертикальный свиток 85 на 50 продолжая изображение сцен повседневной жизни получивший широкое распространение в гравюре куба раки киоката наполнил ее приметами современным ему действительности лампы флаконы с косметическими лосьонами предметы появившихся в быту горожан периода мэдзи переданы художником очень точно не случайно и упоминание популярной в то время губной помады бени ее разработала и стала производить одна из старейших косметических компаний в мире исихан помады гейш как ее еще называют создана по старинным рецептам специальной чаши содержалась вытяжка из лепестков особого цветка которая разбавлялась водой приобретая насыщенный яркий красный цвет и наносилась кисточкой как раз в эпоху мэдзи фирма достигла расцвета и стала поставщиком косметики для императорской семьи такое описание к работе кобураки киоката за туалетом или бени косметика в период мэдзи 1928 год шел краски я нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока свидания мэдзи 1928 год шел краски я и в 15-20-2022 года Продолжение следует...